здравствуйте значит будет версия 2 продолжить не то есть сегодня 31 вечер 31 мая вот у меня такая была тема начну с основным не сначала как-то надо же продолжить то что хотела рассказать вот какое мое отношение к образованию какое вот мое отношение то есть я считаю что высшее образование должен получать тот человек у которого первых к этому есть способности стремления и он знает что это высшее образование ему пригодится в жизни то есть мне пригодилось образование операторы в когда я тебя не рассказала я пошла учиться значит я уже две недели две недели отучилась и все это время родители мои молчали то есть они вообще ничего не говорили мы молчали я с утра вставала уходила а еще я вам хочу сказать вот это училище у нас в котором я училась на оператора в м она была тыжмаша и нам такую стипендию платили просто невероятно восемьдесят шесть рублей тогда понимаете в этом восемьдесят четвертом году в 1980 что это была огромная стипендия ну то есть я санитаркой работая 76 рублей зарабатывала вот так и я помню вот тот момент когда прошло две или три недели и вдруг мать вскакивает там нашу комнату не заяка и вождя под хвост попал не знаю что с криками и что чем ты собралась заниматься ты будешь сидеть на нашей шее ты что закончила школу и сидишь и я вообще была в шоке рядом сидела сестра у сестры глаза но полезли не так не так стало обидно и я говорю так мама говорю уже три недели прошло и ты даже горы не спрашиваешь куда я пошла учить ведь я каждое утро встаю и у нас пары были по 3 по 4 пары то есть значит а еще забыл сказать нас нас еще это кормили там училище чем у нас были пары я домой представьте 33 недели дочь встает 8 утра и домой возвращается в четыре вечера что я по ее мнению ходила гуляла что ли где то или что то есть если бы я бы дома сидела понимаю на меня таким то она кинулась и стала кричать что чем ты тут занимаешься и куда ты собираешься поступать и и вот вот в этот момент вот мне уже к тому времени было 17 лет и вот первый раз я тогда сказала ей что 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 за плохая мать такая что ты даже не интересу не заинтересовалась три недели прошло ни разу не спросила куда ты доченька хочешь поступать куда ты пошла работать а ты зашла и на меня орешь что ты за мать она выскочила и вообще вот это поведение тогда не поняла я не поняла то ли то ли она думала что я буду ей рассказывать куда я хожу учиться и она все это время ждала что я буду рассказывать но почему нельзя было спокойно зайти спросите куда ты хочешь ну хотя по крайней мере спросить куда ты ходишь все это время почему с таким значит скандалом то спрашивать это что я буду сидеть у них на шее то есть разговоры постоянно то что мы сидим у них на шее и это были непереставаемые я это начала слышать с 10 лет это при том что у меня родители были очень обеспечены постоянно вот это чучо мы сидим у них на шее чучо мы жрем и хлеб и вот это знаете если ребенку вот это говорят это ну как бы не то что это ранит а это как бы ребенка больше как бы в это сбивает у меня были такие вот даже мысли что что когда пойду работать то я им все это верну и представляете так и получилось получилось это так с испании когда сюда приехал в испании я без конца им посылала деньги посылала деньги посылал деньги и один раз по скайпу что-то нах с какими-то претензиями ко мне начала но на все рынка мне с претензиями то есть она со мной вообще не разговаривала нормально она все время кита вот у нее были претензии и она узнать что там мне начала высказывать что ты жила там да когда нам не платили на автозаводе я у них три года с ильяской жила потому что я работал на графике по 12 часов и мне не с кем было ребенка оставлять и это и нам начали задерживать зарплату и то есть я не как ничего не могла им дать и то есть они там то есть тоже опять стали попрекать тем что я сижу у них на шее ну просто мне хочется этим поделиться я понимаю что сейчас вы опять начнете меня осуждать но мне хочется это рассказать и понимаете вот вот это наверное предпоследний что ли год был когда я приезжал нет может год 3-4 назад это было за два года до смерти как она умерла как же это сформулировать в общем и разговаривать по скайпу разговаривали я разговаривала с сыном сын ее позвал она села сидела слушала слушала думала-думала какую мне сказать он ведь она всю день так сидела слушала слушала внимательно и придумала сказать, какую гадость. И вот она в этот момент, вот ты, говорит, это сидела на нашей... Вот это всё время. Типа мы тебя растили, кормили, ты сидела на нашей шее. И я на неё посмотрела, говорю, мама, знаешь что? Я говорю, вам за это время послала около 6 тысяч евро. Я говорю, наверное, вам отдала деньги и за воду, и за газ, и за еду, и за одежду. Какую вы за всю мою жизнь на меня потратили? На то, что она остеклась, встала и ушла. То есть, как бы, получается, что так оно и вышло, что я так и вышла, что я отдала ей все долги, в общем. Ну, это просто случайно так получилось. Ну, об образовании вот тоже. Образование, я считаю, что то образование, оно нужно, когда оно нужно тебе для работы. Так получилось, что у нас на автосаводе начались сокращения, и я пошла учиться в политехникум. И понимаете, в политехникуме вдруг я поняла, что мне нравится учиться. Нравится. Я там так хорошо училась, у меня одни хорошие там оценки. Мне там так было хорошо, что после того, как я получила диплом, я пошла дальше ещё курсы, на курсы английского пошла. И вот как-то у меня вот так получилось, что я стала учиться. Но я не могу учиться бессмысленно. То есть, лишь бы вот сказать, что у меня высшее образование, лишь бы сказать, что там... Мне всегда надо учиться, чтобы это было, ну, как бы для моей профессии, что я знала, что оно мне пригодится для работы. А вот так вот как... Вот, блин, карточка заканчивается. Насчёт вот сына. Вот этот вот вопрос, который я не ответила, насчёт сына. Сказали, что я не дала ему образование. Как бы я бы его силком заставила? Если вот он не хочет идти учиться в институте, я как его заставлю-то? Он мне позвонил, сказал, мама, я выбрал такую специальность. Мне нравится, я хочу так работать. Молодец. Он выучился, и он теперь работает, и у него теперь профессия, которая его кормит. Я не понимаю это выражение, что я ему не дала образование. Дать невозможно образование. Человек должен сам захотеть пойти учиться. Когда ему это нужно, когда мне стало нужно, я пошла учиться. Родители мне не дали никакого образования. Они мне его не дали. То есть, и поэтому в моём понимании, я не могу напрягать своего сына и заставлять идти его куда-то учиться. А если он не хочет? Ну почему? Ну и кем он должен идти учиться? На менеджера что ли? Да 5 этих менеджеров дохерища. Куда эти менеджеры? Что с ними делать? На кого учиться-то? На учителя что ли? На кого? Я не понимаю. Человек получил мужскую специальность, которая его кормит, которая кормит его семью. Он доволен. Ему это нравится. Какое образование ещё нужно? Если ему понадобится, он пойдёт и сам дальше пойдёт. Я тоже в 30 лет пошла, когда мне надо стало, я пошла учиться. То есть, это вот мой позыв. То, что я хочу вам сказать, что пихать детей, лишь бы получить корочку, и потом это им никак не пригодится ни в работе, никогда. Ну, в общем, до свидания. У меня карточка заканчивается. В общем, такое у меня получилось видео какое-то спонтанное.